Все это что? Это все вещи из тактики. Даже на оперативном уровне. Это все, так сказать, вот в телевизоре возня какая-то. Почему? Потому что реально что начали делать коалиции ЮНИ? Это американцы с Саудовцем. Они начали снижать цену на нефть. Снижение цены на нефть, это и есть военные действия на товарных и денежных фронтах. Как они это делают? В их руках это все. Пап, Куинси, значит, они это могут сделать как хотят. Какая там рыночная команда? Какая там рыночная команда? Вот будем снижать цену. Зачем это делать? Ну, понятное дело для того, чтобы втянуть Россию в битву конца. Почему? Потому что, ну, в этой третьей мировой войне кто-то уж должен, так сказать, мы как-то начать, собственно говоря, этот выход из кризиса. Значит, но это всего лишь оперативный план. А стратегический план этого снижения цены на нефть проявилось тогда же 16-го числа. 16-го числа средств массовой информации объявили, что уважаемая компания Lockheed Martin заявила, что они, Lockheed Martin, создали компактный термоядерный ряб, размерный 3 на 2 метра. Это обыкновенный компания. Еще раз повторяю, это прорыв в новую энергетику. Почему? Ядерные реакторы в Кунге или там на спутнике, они есть и сейчас, так сказать. А эта технология есть и в Советском Союзе была. Это деление, ура, а это термоуправляемый термоядерный ряб, то есть это закрывает полностью углеводородную энергетику. Наши, значит, активисты, Вельхов, значит, Академик, значит, Курчатовский институт, значит, Ковальчук, значит, они сказали, что это все ерунда. Да, пусть покажут. Ну, Lockheed Martin сказал, да, мы покажем, образец мы покажем в следующем году, а на, значит, производство выйдем, значит, там, что-то ли, к 18-20 годам. То есть, вот, на, это и есть, о чем так много говорит старуха, это и есть новая энергетика шестого технологического уклада. Новая энергетика шестого технологического уклада. Значит, видим, Курчатовский институт, ура, ворота. Да, конечно, нашел. Я нашел устройство размером, как я уже говорил, 500 мм на 500 мм, в результате которого образуется электроэнергия 12 кВт. 3 кВт потребляется на собственное энергообеспечение, и в результате из одного литра воды можно получить до 500 граммов твердых веществ. Любые вещества всей таблицы Менделеева. Вот конкретное устройство, которое существует, оно было продемонстрировано в военно-промышленной комиссии неоднократно, президент об этом прекрасно все знает. То есть, это все есть. Но это находится на уровне двойных закрывающих технологий, и наша страна находится в рыночной экономике, вовлечена. И пока единого мнения, каким образом вот эти прорывные технологии можно безопасно внедрить в действующие экономические формации, пока единого мнения не существует. Поэтому существует вот этот проект, чтобы обсуждать, каким образом в нашу повседневную жизнь мы можем это внедрить, не окунув всю планету в борьбу за владение этими технологиями. По всякому случаю, если мы не верим, пусть покажут. И скажут, да, мы покажем, в следующем году покажем.